Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Значит так, обследуем вот этот квадрат. Если Дронова ее еще не нашел. Хотя они бедняги там с ног валятся. Потому что нечего ходить было. Я им сразу говорил, что ее там не найти. Так ты же сам с ними хотел. Ничего я не хотел. Семечкин, объясняю, там пологий участок. Деревьев? Деревьев мало. Провалиться было некуда. И со спутника бы сразу увидели. Ну да. Просто майора Усабыня взял, вот он выпендривает. Что, Касацкий, попал в немилость к начальству? Так все, давайте по делу. Найдем девчонку, потом будем ковырять свои обидки. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищи генералы? Вольно, вольно. А вы кого так испугались? Борис Евгеньевич или меня? Эти никого не боятся. Ну вот, Роман Олегович, тот самый знаменитый подполковник Гиреев. Наслышан, наслышан. Я тоже, товарищ генерал. Это кто? Генерал Проскурин из Москвы. Легенда. Они с группой Дронова, как одна семья. Вместе на вызовы ездят. Дисциплина железная. Ну, а как без нее? В Ежовах держу. А вот хамить-то не надо. Простите, товарищ генерал. Вот выдвигаемся в горы. Девушка пропала. Вторые сутки ищем. А меня с собой возьмете? Не вопрос. Девушки отдыхают. Сволочь! Стохни тут! Так хоть видео сохрани! Мам, пап, я такая дура. Мне тут жутко не везет. Короче, если что, я вас люблю. Не обижайтесь на меня. Да вы зря так напряглись. Я же не ради проверки. Просто в поле захотелось, сил нет. Вы, товарищ генерал, столько полей перепахали. Некоторым на три жизни хватит. Сергей Савельевич, вот когда вы генералом станете, поймете, что полей много не бывает. Вот это точно. Да я и подполковником нечаял стать. Ладно, выдвигаемся. Семечкин, найдешь для генерала полевую форму. Есть. Товарищ подполковник, разрешите принять участие в операции. Ах ты, понятно. Разрешаю, товарищ капитан. Есть. Ну? А ты остаешься на базе. От греха подальше. Есть от греха подальше. Пойдемте, товарищ генерал. Выдам вам форму. Пойдемся, пойдемте. Саилович, Ну, что ты их разводишь, как пацанов, чтобы не потратиться? Сам бы на базе посидел до сих пор зеленый. Подожди, я не понял, что происходит? Спасатели дерутся, а командир зеленый. Нормальный командир. Просто съел чего-то. Мне нужен свежий горный воздух. Ну, как? Быстро только кошки родятся. А мы две минутки ждем. Что, ты его гипнотизируешь, что ли? Хочешь, чтобы выдал нужный тебе результат? А тебе не нужно, да? Ты же его не оставишь, Юль. Давай мы сначала результат получим. Потом вместе решать будем. Вместе будем решать. Думаешь, я не понимаю, что тебе не важно мое мнение? Просто я твое мнение знаю. А свое. Своё мнение, ты знаешь, Юль? Да что тут думать вообще? Одна минута. Я же прекрасно понимаю, что если встанет выбор между мной и работой, то выбор очевиден. Ну, это ребенок, Юль. Это ребенок, Юль. Это другой выбор. Нет, Саша. Это один и тот же выбор. Да ты вчера меня бросила, даже не оглянулась. С ребенком так нельзя. Юль. Да не знаю ее, Саша. Я не знаю, что в этой ситуации делать. Я даже вообразить себе такого не могу. На. Ничего не нужно решать. Вопрос закрыт? Так проще, да? К врачу сходи. Схожу. Схожу. Товарищ генерал, пристегнитесь. Вить, ты не дуйся. Кто знает, что от этого генерала ждать. Это раньше он был геройский герой. А сейчас просто начальник. А тут я и всех опозорю еще. Ты ерунду не говори. Я его отправлю с этим крашеным индюком. Пусть ходят под ногами, не болтаются. Это Касацкому нужно себя показать. А тебе это... Нет, мне не надо. Ну, вот видишь, ты же не карьерист. Настоящий спасатель. Ну что, если все готовы, погнали. Стоп. А где пузырь? Пузырь! Апорт. Молодец. Вот так вот. Ну что, за руль? Шучу. Вперед. Вперед. Молодец. Вот так. Вот так. Как-то вы были бодрее вчера. Так это вы меня взбодрили. Может, у вас сегодня получится? Побегаем. Постреляем. Поговорим. Я правда вот вижу, что вы уже про себя достаточно наговорили. Что водородный двигатель украсть пытались? Было дело. Угу. Для китайцев. Для них родимых. А конкретного заказчика назвать, значит, не хотите? Так они же там все на одно лицо. Понимаю. Запутались. Так. Что еще? Взрывное устройство подготовили. Беликова подкупили. Стреляли в него. Я машиной управлял. Стрелял Ярик. А качок ваш и Беликова из-под пули увел, и Ярикова вчера дубасил. Он что, тоже на ФСБ работает? А вот насчет грузовика. Там? На складе? Ага. Это я велел Ярику. Сразу понял, что вы тут будете мешать нам. Так это что, для меня специальный подарочек был? Надо же. То есть, вы обо мне еще до этого знали? По Ульяновскому? Да. Приятное было знакомство. А мне казалось, мы еще раньше познакомились. Ну, ладно. Мусорского. Тоже вы убили. Грешин. Убил. И, видимо, после того, как заказали через него селитру. Да? А напарник мой, он, получается, тоже на вас работал, да, Леня? Да. С Леней изящно получилось. Куда изящней. Только вот он Сеня. А не Леня. Может и Сеня. Они же все на одно лицо, да? Ну, а вы просто исполнители. Верно, Погодин? Кто у вас главный? Главный здесь. Вы, товарищ майор. Сам генерал Проскурин? Блин, я ж могла с ним сюжет сделать. А все, пропала сенсация. Да и у нее персональный журналист есть уже. У кого? У Наташи. Вареньев. Все на показ делает. Поиски в реальном времени стримит. Но есть еще на свете неравнодушные люди, которые готовы мне помочь. Ясновидящая Земфира точно знает, что Наташа еще пока жива. И все подписчики моего блога в прямом эфире увидят, как мы отыщем ее. С каждым шагом я все сильнее ощущаю вибрационные волны, которые исходят от нее. Она жива. Она ждет помощи. Она сейчас на Змейке. А Змейковские водопады это где? А, вот. Вот. Вот это. А, то есть наши туда не поедут? Нет, наши с другой стороны. Ну, если что, мы им стрим скинем. Слушай, а далеко оттуда добираться? Да иди ты нафиг. Откуда я знаю? Хорош врать, ты же походник. Ну, я же не идиот. Да и тем более, он сам блогер. Зачем тебе это надо? Товарищ генерал, если вы не против, я... Да, пожалуйста. Пожалуйста. Командуйте. Вы здесь командир. Значит так. Вы с капитаном Касацким берете вот этот квадрат. Ага. Воспитание молодой поросли поручаю вам. Ну, а ты, капитан, смотри, чтобы ни один волос с генерала не упал. Есть. Ну, что? Задача есть на? Задача есть на. Расходимся. Вперед. Товарищ генерал, давайте в суд. Давай, пойдем, пойдем. Субтитры подогнал «Симон»! КАПИТАН Ты, капитан, не меня карауль, а девушку ищи. И вообще, идти надо цепью. С дистанции он 20 метров. Я в курсе, товарищ генерал. Но мне было приказано обеспечивать вашу безопасность. Я обеспечиваю. Между прочим, это я должен следить, чтобы вы понапрасну с собой не рисковали. Так, здесь какая-то ямка. Провал. Но следов падения нет. Молодец, следопад. Давайте руку. Отставить. Игорь, а ты что там внизу за видео смотрел? Опять вспоминал свое театральное прошлое? Очень смешно. Нет, мне Фомин прислал. Парень этой Наташи пошел ее искать с какой-то гадалкой на Змейковские водопады. Что ж ты сразу не сказал? А смысл? Водопады с коптеров осмотрели. Там редколесье, Наташу бы не пропустили. Это они так дурью маются. Скажи, этот дебил и тебе про меня видео показал? Какой дебил? Фомин? Нет, другой дебил. Кеш, что ты меня раздражаешь? Ты ведь знаешь, что я про Семечкина. Витя мне ничего не присылал. Это я ему прислал. В смысле? Ну вот так. Гляди, у тебя сейчас генерал Горбанец. Товарищ генерал, пожалуйста, осторожней. Очень вас прошу. Я проверила. В Ульяновске его в тот момент не было. Ну и что? Там был Мусорский, потом Сеня. Он ими дистанционно мог управлять. А Билова Мусорского тоже дистанционно? Силы и мысли? Ну кого-нибудь нанял. Почему не сказал? Он сливает всех, кто под ним. И Ярика, и Гришуни. И покрывает тех, кто над ним. Ты на это намекаешь? Я не намекаю, я прямо говорю. Он исполнитель. Исполняет чужие приказы. Доказательства. Китаец. Приметил меня еще до Ульяновска. И подоснал ко мне Сеню. А Погодин Сеню даже не знал. Ну это вот ни на грамм, ни доказательства. Для суда нет. А для меня это зацепка. А для тебя вообще-то есть уже новое задание. Пока технофорум не пройдет, я отсюда не двинусь никуда. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Внезапно прекратился стрим. Проверьте, что с ними. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ваша, в сторону пойдем. Ну, воход, по горе. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Глокеры, гадалки будь они трижды неладны. Бегай еще за ними по горам да по лесам. Судьба у нас такая. Вперед! Надюнь, ты там? Пусти мужа переночевать. Ты же говорил, он завтра. Написал, что за день до турнира прилетит. Давай сюда. Куда? Да быстрей. Держи. О, еще одна. Это полдня по горам шаталась и все равно на базу притащилась. Просто Игорь же не собирался на поиски. Я думала, он тут. Думала, думала. А ты что здесь забыла? У тебя же выходной. Угу. И у Грека выходной. Должили. Одна своего парня на работе ждет, другая от своего парня на работе прячется. Что дает он тебе? Что дает он тебе? Да нет, ну я-то его могу понять. А себя? Ладно. Я б тебе харчо предложил, но судя по твоему виду… Не-не-не, я вот чайку… Ну, сиди-сиди, я сам налью. Господи, что ж вы такое у меня? С Саидом сожрали. Почему с Саидом? Да он тоже второй день. Животом мается. Тошнит его. Интересно, мы с Саидом вместе не или ничего? И не пили. И не пили. И не пили. И не нюхали. Нюхали. Вернее, дышали. Мы с Саидом плавали с одним акваланком. Саюж. Саюж. Пойдем, я тебя кофе напою. Да я не особо-то голодный. В самолете перекусил. Ну-ка. Так ты не перекусил, ты закусил. Это с утра-то. Ну как-то, Дюнь. Ну надо ж было на пасашок. А больше не-не. Зато тур не верну. Вот и пойдем. Пойдем покушаем. Пойдем? Ща, дай переоденусь хоть. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дотряхни ты ее уже! Да куда ты? Знаешь, сколько она стоит? Пузырь ко мне! Ко мне в пузырь! Молодец, молодец, пузырь! Здрасте вам, пожалуйста! Вы, что ли, гадалка? Потомственная сновидящая Земфира. Знаю, что привело вас сюда. Судьба нередко преподносит испытания на пути к благой цели. Есть! Что там у тебя? Да камера ворона утащила, собака такая. Это злой рок принял обличие вороны. Тьфу ты че, да? Помощь нужна? Какая помощь? Вы Наташу два дня ищите, и что? Мы ее сами найдем без вас? Ты сначала слезь, сынок! Пошли, пузырь. Аккуратно! Ладно, Коля, иди, я догоню. Разберусь с ним. Так. Я так понимаю, батута здесь не достать. Позвольте. Точно этот? Точно. Совсем пустой. А ведь нам после Гиреева оставалось еще минут на десять. Надо бы проверить другие тоже. Проверим. Ну, если иззад выстраивали воздух, чтобы не оставить следов, я думаю, в остальных чисто. Получается, к нам на базу кто-то забрался? Даже два раза. Ну, забраться-то недолго умеешь. А вот выяснить, когда у меня подводная тренировка… Так это для тебя было? Ну, ты могла взять и другой акваланг? Да нет, от первого ряда стоял. А что с аквалангом? Соня, тебе что-то известно о нем? Нас тогда майор Петров ругал, меня и Витю, что мы склад забыли закрыть, и Маша Коптер украла. И что акваланг был не на месте. А мы с Витей акваланг не брали. Соня, ты знала, когда у меня подводная тренировка? Ну, да, знала. Я еще Вите говорила, что тоже хочу. Только Вите, а больше никому. Эй, блогер, как там тебя звать-то? Андрей. Андрей. Давно по канату лазал, а? Зачем бросаю? Ты ловишь. Лови-лови. Вот. Молодец. Замечательно. Так. Замечательно. Замечательно. Где он? Где он, Гарь? Ты потерял там, что ли? Где эта сволочь? Я не знаю, может, и дома забыл? Э-э, э-э, стоп! Отправил жену отдохнуть на юг! Убью! Пока оно башку срублю! Да уймись ты, уймись, ты муромец! Копить мне нечинал, это твой носок! Алло, НЧС? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Отряд 32-47, оперативный дежурный слушает. Принимайте вызов. На Большой морской 9 бабушке плохо стало. Квартира заперта, нужно вскрывать. Вызов принял. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы администратор? Да. Я попыталась дверь открыть, но изнутри заперта на защелку. А балконы с той стороны. И что, совсем невозможно открыть? У нас не номера, а апартаменты. И люди имеют право запереться. А там пожилая женщина. Они всегда забираются. Что будем делать? Придется дверь резать. А что, по-другому никак нельзя? Давай с крыши попробуем. Балконную дверь открыть легче. Я спущусь на балкон, открою дверь, пущу вас в квартиру и вы займетесь бабушкой. Давай вперед. Ой, это было бы идеально. Ну, признавайся, где он? У соседей! Ага. По вентиляции пролез. Слушай, не хочешь есть – иди поспи, а? Тебе проспаться надо. Ты из меня дурака не делай. Слушай, а кто там орёт? Это не наш любовный случай? Да вроде нет. Наш спокойно ждёт. Это на пятом скандал. Да, весёлый отельчик всё-таки. Ну, я пошёл. Давай. Я тебя держу. Вот мы и добрались, Саташа, где-то здесь. Похоже, сорвалась. Пузырь по следу чётко к обрыву привёл. Нет, нет. Она не могла погибнуть, я не верю. Она жива. Я слышу её страх. Он совсем рядом. Внизу её тоже нет. Может, действительно жива? Там. Там. Вибрации исходят оттуда. Коль, ну-ка глянь. Это чего там такое? Да, походу, пещера, Саидыч. Пузырь вперёд. Аж нашла. Земфира нашла мою Наташу. Значит, это ты, Кеша. Видео нашёл и посоветовал несчастному Семечкину меня ткнуть. Вики ещё маленький, добрый. Хочется, чтоб всё по-хорошему. По-хорошему никогда не научишь. Чему не научишь? Нефёдов, тебе-то чего надо от меня? Не, Игорь, надо, чтоб ты стал человеком. Ты же один в отряде, ведёшь себя как свинья. Все пришли сюда просто спасать. Одному тебе надо себя показать. Только вот так вот первыми не становятся. Серьёзно, Нефёдов? Ты меня воспитать решил? Наказать. Здесь же, когда слов не понимаете, с ними что делают, наказывают. Офигеть. Ничего себе. Сель сошёл. И, похоже, недавно. Да. Ищи, ищи, Пузырь, ищи. Молодец, молодец, Пузырь. Ты смотри, Саидыч. Да, однодневный поход не похоже. Тут зимовку организовать можно. А девчонка-то где? А ты куда это звонишь, а? Не Наташе случайно? Дай. А ну-ка, признавайтесь, Сёба, что вы тут за цирк устроили? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, извини. Может, я и правду того на турнире умотался. Вот ты где, падла! Сдохни, гад! Эй, я же здесь! Руки! Руки давай! Ты что делаешь, урод? Руки! Руки давай! Давай! Что-то я вообще ничего не понимаю. Да все понятно, Саидыч. Девчонка прячется, блогер в прямом эфире ищет, гадалка типа находит. Ясновидящая. Гадалка, реклама, чуваку лайки в интернете, а девчонке пока неизвестно что. Актриса начинающая, ей тоже засвет нужен. Погоди, погоди, она что, никуда не пропадала? Да пропала же! Вот сейчас она пропала! Она должна быть тут, но ее нету. Телефон не отвечает. Ну, вы же ее найдете! А что наша вперед смотрящая? Ничего вибрации не подсказывают? Вибрации вели меня сюда. Саидыч, если сорвалась, то выжила. Могла вниз по русску реки пойти? Могла. Касацкий, прием, прием. Вы где? Мы у водопада. Подвигаемся к вам. Не ходите, там Наташи нет. Мы идем по русску реки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал, отойдите от воды, пожалуйста. Слушай, капитан, мне не три года. Да я понимаю, что не три года, но там же камни скользкие. Да-да, очень скользкие камни, товарищ генерал. Игорь переживает. Ну? Ага. Эй, Касацкий, тебе доктор нужен? Ты чего? Психический. Телефон! Это Наташин! Тебе... Да позвоните вы 112 или на ресепшн, вам подтвердят, что мы спасатели. Да знаю, такие спасатели. Я сейчас в полицию позвоню. Да звоните, куда хотите. Вы понимаете, что у вас за окном человек висит. Из-за неоказания помощи вас могут привлечь. Кого это привлечь? Опять такой, не люди, а зверь. Смотри-ка, цепки как твой клещ. Давай руку. Попробуй, тихо, тихо, спокойно. Тихо. Извините, ради бога, я думала вы грабители. Слышал, Ашот? Я грабитель, ты Казанова. Хорошая у нас команда. Ты как? Нормально, спасибо. Я понял. Так, давай снимай обвязку, дальше я полезу. Эм, мужик. Что думаешь, утек? Я не тебе, ты иди вообще проспись. Эм, на четвертом. Я тебе сейчас веревку кину. Зафиксируй ее, пожалуйста. Сколько у вас там, а? Счастливо, вы меня будете настолько примерять. У нас с тобой договор был. Ну, был. Я время потратила, сделала все как надо. А твоя девица просто не могла посидеть на месте ровно. Так. Значит так, когда ее найдем, подснимешь меня, как будто это я ее нашла. Понял? А то что? Порчу наведешь? У меня Наташка пропала, может ее вообще уже нет? Ты подснимешь, я тебя так подсниму. Что тут? Вот. Ей на воздух нужно. Стул давай. Сейчас. Тихо, тихо. Ой, а я что, скорую вызывала? Бабуль, нынче такие врачи, что сами прилетают. Вот живут же в Сочи. У нас не так. Ну, как тут у вас? Пульс и давление в норме. Только вот деревишки солят. Да, бабуль? О, это да. Ну, это сейчас у всех. Так, подожди. А где наш герой-любовник, а? Где он? Да выскочил из квартиры, как ошпаренный. Видимо, примерки носков испугался. Узнаешь? Это ее телефон, Наташкин. Наташ, ты где? Она утонула, да? Не паникуй раньше времени и не каркай. Пройдем вниз по руслу реки. Найдем обязательно. Я слышу, слышу. Опять вибрации? Да заткнись ты уже. Да сам заткнись. Я голос слышу. Заткнитесь оба. Саидыч, а там внизу по руслу действительно что-то есть. Наташ, наглянь. Наташа! Успокойся! Значит так, идем по верху. А мы чтоб не шагу отсюда. Это генерал из Москвы, чтоб слушаться его. Кто не будет слушаться генерала, куда позакроется третий глаз. И первых два оба тоже. Товарищ генерал, вы уже за ними присмотрите. Да ладно, Серег, конечно присмотрю. Я понимаю, тебе там толпа не нужна. Пузырь. А ты присматривай за генералом. Вот она. Петров, спускайся. Я пошел. Товарищ подполковник, разрешите я? Ну, давай. Есть. Давай, давай, молодой. Есть. Замечательно. Ну, чего копать чисто? Готов? Готов? Помогите! Помогите! Ой, Касацкий, потихонечку, помалу. Чего? Чего такое? Больно. Ветки, пиздец. Кожу. Я не могу ветки разобрать, ей больно. В правом кармане, маленький шприц. Я в сумку тебе положил. Я понял. Подкни себе в бедро. Просто как в кино. Ты же у нас актриса, да? Ну вот. Молодец, молодец. Подай мне камеру и записи. Я сама сниму и найду, кто смонтирует. Да не буду я врать, что это ты ее нашла. А кто только что ее голос услышал? Не я, что ли? Дай-ка сюда камеру. Уйди ты. Да успокойтесь вы оба. А ну, отошли от края. А ну, отошли от края. Можем доставать. Есть. Принял. Аккуратнее там. Да. Обвес. Принимай. Раз. 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 Готовы? И раз! Скажите, она жива? Жива, жива! Видишь, отдыхает! Андрей! Что ж это такое? Вы люди или кто? Я тебе такую рекламу сделаю, не отмоешься! Прокляну! Изнутри гнить будешь, сволочь! А ну прекратить! Держитесь! Пусть здесь, Саидыч, я сам! Брат, потонешься в твоей камере! А вы что ж вы... Руку, руку держи! Руку, руку! Давай! Ну давай! 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 Руку! Руку! КОНЕЦ 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 Зимля пухов. Жил герой, ему ушел герой. Это же неправильно. Так не должно быть. Неправильно. Что неправильно? Что спасатели иногда гибнут. Да так глупо гибнуть. Сломать себе шею из-за каких-то сволочей, которые в результате выжили. Именно так и должно быть. Не стою повторять. Спасать надо всех. И хороших людей, и сволочей. Да. Всех спасаем. Без разбору. Раскурин ради этого и жил. Не для того, чтобы быть генералом. Тебе бы игре это понять. Я без твоих нотаций обойдусь. Ничего. Вырастет. Скажи, ну как ты собралась это доказать? Крафт дам на анализ. Мою и вашу. Мою. Вы что, боитесь? Да нет. Я просто уже выпил рюмочку. Или не важно. Не, не важно. Рукав заделите. Скажи, ты действительно думаешь, что это она? Соня? Не, я не думаю. Не думаю, что она отравила. Но могла рассказать кому-то про мою тренировку. А кому? Отцу? Да. И если нас действительно отравили, то решение ты принимала Будилов. И он на свободе. И технофорум уже на носу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дорогие гости, мы рады угостить вас лучшими винами нашего края. Конечно, вы сможете и завтра на презентации ими насладиться, но никто не мешает сегодня уже получить удовольствие. Вы что, желаете, чтобы мы и про них написали? А то сразу и про водород, и про вино. Давно уже пора изобрести винный двигатель. Мы никого ни о чем не просим писать. Просто хотим, чтобы вам сегодня было хорошо. Да, прям так никто ни о чем и не просит писать. Что касается вас, дорогой Тимур, то это очень похоже на правду. Они бы предпочли, чтобы вы про технофорум не написали ничего. Хороший журналист не мой журналист. Конечно. Если этот журналист считает своим долгом обязательно писать какую-то гадость… А может быть, правду? Латым, вы прекрасно знаете, я в своих статьях никогда не вру. Ну, чем вам технофорум не угодил? Ну, все ведь так прилично организован. Ну, вы поймите, эти ребята прекрасно умеют пускать пыль в глаза и потемкинские деревни строят. Но поверьте моему опыту, что-нибудь непременно пойдет не так. Обратите внимание, сейчас мы проходим мимо Олимпийского парка. Полюбуйтесь, пока мы не отошли далеко от берега. Красота! Ну, что там? Да, все хорошо. Ну, и отлично. А что они только пятерых повезли по морю катать? Там же пресса наехала, как саранчи. Ну, насколько я понимаю, это самые крутые. Их вся страна читать будет. И тот душневый тоже крутой? Наверное. А вы, товарищ майор, думаете, что обязательно что-то пойдет не так? Ну, иначе зачем мы с ними поехали? Да не я так думаю. Это другой майор так думает. Другого майора очень беспокоит все, что связано с этим технофорумом. И что майора Аверина так беспокоит? А вот это, Ашот, не нашего с тобой ума дело. Наше с тобой дело солдатской, лейтенант. Попросили подежурить? Пожалуйста. Нам что, жалко, что ли? Море спокойное, ветерочек ласковый, красотища. Могу я вам тоже предложить вина? О, Ирочка, лучшее вино – это домашнее вино. Как-нибудь я вам это докажу. Ты мне это тоже как-нибудь докажи? Я домашнее вино, ох, как уважаю. А пока что мы на дежурстве. Вам же не нужны пьяные спасатели? Как скажете. Да им и трезвого особо не нужно. О, ирочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тебе в голову не приходит, что у меня могут быть свои дела личные. Я могу пойти в салон, на маникюр, на какие-нибудь процедуры. Не нужна тебе процедура. У тебя и так все хорошо. Да. Ну, а вот к врачу ты мне обещала сходить. Кстати, к врачу. Обещала, но не пойдешь, да? Обещала и пойду. Саш, пожалуйста, перестань меня теребить. Ты же не теребонька у меня. Тем более мы выяснили, что я не беременна. Да, только мы не выяснили, почему тебе плохо было. То есть тебя это сейчас волнует? Странно, но да. Мне было плохо, потому что меня отравили. И это нормально. Нормально? То есть ты серьезно говоришь, что это нормально? Слушай, ну такая у меня работа. Рисковать собой. Все, вообще без комментариев. Когда мы с тобой начинали встречаться, ты же не знал, кто я такая, да? И если бы я была простым спасателем, я бы рисковала с собой ничуть не меньше. И как бы мы жили, ты бы мне что, работать запрещал? Да. То есть нет. Юль, я не знаю, но я всегда был бы рядом. Класс. Ну правда. Я пошла. Ну. Так, и дальше куда нам? О, друг, ты не в курсе, почему стоим? Нет, меня капитан нам послал посмотреть. Чего-то Вова не отвечает. А Вова это механик? Ну да. То есть проблеты какие-то? Ясно. Вова, живой? Вова! Вова! Вова, живой? Ну что тут? Пульт слабый. Живой, отлично. Давай, давай, давай. Главной головой. Главной головой. А если черная кошка пробежит, ты здесь останешься? Главной головой. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ох, ты морей. Еще суевернее, чем спасатели. Аккуратно только. Давай. Я брубку капитану доложу. Давай, давай, давай. Фух. Все нормально. Тока, видимо, шибанула. Голова не пробита, ссадина только. Дыхание восстанавливается, слава богу. Товарищ майор, как в воду для дела? А я надеюсь, просто совпадение. Очухиваемся, очухиваемся, родной. К врачу ему надо срочно. Только как теперь до врача добраться нам? Надо перебинтовать. Сейчас. Держи голову. О, какая леди. Так вы что там? Вяжете ленточки, бантики, шарики? Ну, хватит издеваться. Вино расставляете по столам. Я это вино заказываю. И слежу, чтобы всем хватило. Персонал подбираю. И много персонала. Вообще, что это за такое мероприятие? Свадьба миллионера? Нет, конечно. Ты что, это технофорум. Это со всей России съезжаются ученые, пресса. Это такой масштаб. Ты работаешь на технофоруме? Да, но это же здорово. Я тебя прошу туда не ехать. На завод, в шахту, в полицию, в МЧС, наконец. Но только не туда. Сережа, ты с ума сошел? Все хорошо, хорошо. Посиди здесь, родной. Отдохни, пока мы оцениваем обстановочку. Товарищ майор, надо осмотреть машинное. Пошли. Сиди здесь. Льет конкретно. Что там? Вентик какой-то сорвало. Возможно, система охлаждения. А, и надо механика. Механик, к сожалению, нам не поможет. Давай люк задраивать, чтобы вода дальше не шла. Пимочка, ты ли сто лет к нам не приезжала? Здравствуйте, Вера Борисовна. Правда, никак выбраться не могу. Тигруня! А твоих-то вроде нет. Да, они в городе. Операцию деду вчера сделали. Да ты что? Все-таки пришлось, да? И как он? Ничего. Скрипит. Бабуля вот попросила привезти ему сальца, огурчиков. Ну, Гордей Андреевич, ну, жук. Он и в больнице себе закусончик организовывает. Ой, сало у него шикарное. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Нет, я вообще не люблю. Сало не любишь. Потому и худая. Загляни потом. Я тебя оладушков нажарю. Спасибо. Ну, и как это у вас называется? Зеленая стоянка? Скорее синяя. Желающие могут искупаться. Вода, правда, прохладная, но... Так вы остановились специально. Конечно. Мы всегда делаем остановку, чтобы можно было полюбоваться видом. Да, да, да. Все же идет по плану. Только плана этого никто не видел. Но это же мелочь. Вы думаете, что-то случилось? Галина, я вам уже сказал. Непременно что-то да должно случиться. Ну, что за привычка из всего делать проблему? Это привычка профессионального журналиста. И не делать, а видеть проблему. Вот, к примеру. Почему к нам не выходит капитан? Ого. Давно не видел Александра Грека на турнике. Да, вот, запустил себя. Скоро в старика превращусь, тебя заменять буду. Что, опять готовишься новую жизнь начать? Для кого-то новая жизнь, для кого-то новое задание. А мне кажется, Юля тебя бросать не хочет. Ну, хочет не хочет. Я тоже за ней таскаться не собираюсь. Она нас в Сочи перевезла. Я же не собачка. А ты ее любишь? Люблю. Но бегать за ней не буду. Я буду людей спасать. Так она примерно тем же и занимается? Примерно, старик. Примерно. Только для нее главное поймать. А для меня главное спасти. Чувствуешь разницу? Ну что, капитан, как обстановка? Связались с Берегом? Да, я уже вызвал буксир. Ему до нас идти около часа. Долго. Очень долго. Но вода же только в машинном отделении. Так что вы правильно все сделали. Да. Вам бы с пассажирами связаться. Они же не идиоты. Понимают все что-то не так. Да, вы правы. Пойду, выйду. Так, значит, шатер у нас будет стоять здесь. Там поставим столы. Напитки, закуски, все дела. А двигатель, его где будут запускать? В шатре, конечно. Там внутри тоже должно быть все красиво. Чтобы гости вошли, ахнули. А перед ними наш волшебный двигатель. А это безопасно? Что? Ну, куча людей. Двигатель этот, он же на водоаде. Может, хотя бы на открытом пространстве? А если дождь пойдет? Фуршет намокнет, это еще куда не шло. Но презентация двигателя никак не может сорваться из-за дождя. Нет. Пусть будет в шатре. Да и Ваня говорил, что это точно безопасная технология. Да? Ну, ладно, хорошо. Шатер будем завтра оформлять. Что там? Кто это? Аверина. Из-за отряда Сережа. Безопасность, наверное, проверяет. Правильно. Что тебя беспокоит? Ну, честно говоря, они боятся, что диверсия будет. Здесь? Завтра? Да. Господи. До этого еще не хватало. С чего они взяли? Не знаю. А вот и наш капитан. Ого. Сейчас нам откроется истина. Так перестаньте паясничать. Уважаемые гости, на борту вышла из строя система охлаждения. Это незначительная поломка, она никак не угрожает жизни и здоровью пассажиров. Поэтому просто продолжайте отдыхать дальше. Хорошо? И долго мы так будем отдыхать? Скоро должен подойти буксир, и мы с вами спокойно вернемся в порт. Не волнуйтесь. Ну и что бывает? Дело-то житейское. Ирочка, а что у нас, канапышечки с сервелатом остались? Конечно. Сейчас принесу. И хочу напомнить, что для вашей же безопасности на борту дежурят сотрудники МЧС. Так что ситуация под контролем. Или это неплохо. Интересно, а водородный двигатель у них тоже перегревается? Угощайтесь. Думай, Семечкин, думай. Шанс есть. Лучше бы на турнике зарубились. Ой, как все плохо. Ой, как все плохо. Не с тем человеком ты, Семечкин, сел в шахматы играть. А с кем? С тобой, столь, надо было? Разумеется. Мне же в любви везет. А греку нет. Потому что ты красавчик. Спасибо, Саша. Пойдем на берег. Да, Петрил. Шах! И мат. Класс. Да, это, конечно, еще вопрос, кому из вас меньше в любви везет. Эй, я поддавался? Разумеется. Там у наших на корабле движок отказал. Просили двоих на подмогу. Кто рванет? Товарищ капитан, можно я поеду? Дуй. И я. Прокачусь, ладно? Я тебе точку скину. Хорошо. Ну, партейку. Не боишься? Так, со мной еще никто не разговаривал. Продолжение следует... Эй, это кто сделал? Вы спятили там? Не смешно? Откройте, пожалуйста! Телефон. Черт, он в сумке. Моя уважаемый вор, тебе придется отдуваться за всех, кто лазил в мой погреб. Теперь сиди и жди, пока я приеду и вызову полицию. Эй, помогите кто-нибудь! Я тут! Тигра! Тигруня, иди сюда! Хоть какой-нибудь ножичек. Тигруня, только не уходи! Тигра! Тигра! Субтитры подогнал «Симон» 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 На море значит не пойдем Субтитры подогнал «Симон» 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 Вертолет вызовите. Так, спокойно. Мы всех вызовем. И вертолет, и звездолет. Только, пожалуйста, без паники. Громкие заявления оставьте для ваших статей. Ирочка, покажите, где у вас тут спасательный жилет. Вот что нашел. Надеюсь, насос рабочий? Я про него забыл совсем. В порту списанный копию хотел на дачу поставить. – Еще даже не проверял. – Ну вот, появился отличный повод, чтобы проверить. Да уж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Ты куда? – На море. – На море. – Вова! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают DimaTorzok Странно. Что вы отгонотите? Позвольте вам помочь. Не очень понимаю, зачем это нужно. Вы же сами сказали, что вода холодная. Сколько мы в ней продержимся? Мы не успеем замерзнуть. За нами кто-нибудь придет. До берега не так уж далеко. Конечно. Тем более, катер МЧС скоро подъедет. Ох, какую я статью напишу про все это. На весь мир ваш технофорум прослал. А вы, уважаемый, тонуть передумали, да? Да. А ну-ка попробуем? Давай. Но что-то пошло не так. А черт не идет. Я же говорил, он списанный. Так. Клапан, может, заел. Инструменты есть какие-нибудь? Ключи. Да, есть. Отвертка. Дайте, пожалуйста, а у вас еще много в запасе всяких идей? А на ваш век хватит. Оп. Только попробуй еще рассказать, что у меня есть шанс. Нету. Привет. День добрый. Как там и наших дела на яхте? Нормально. Поломались. Удачно ты их отправила. А сама где была? На технофоруме. Кто в деревне поедет на вызов? Могу ян. Тогда на пульте меня подмените. Я могу. А что там? Там кто-то застрял. В чем? Не знаю, кто неизвестный. Тайна Сущинского двора. Греб, со мной прокатишься? Давайте я поеду. А давай. Ты же проиграл. В любви повезет. Что там? Клапан заело. Сейчас. Пара секунд. Есть. Отлично. Мы теперь тонуть не будем. Будем. Но не так быстро. А вот и наши. Мы, наверное, все не влезем. Или влезем. По очереди вас перевезем. Пойдемте. Давай конец, семечки. Бросай, товар. Подождите, швартоват. Заберите сначала меня. Стой, дурак. Пошел ты к черту. Ёмулю. Витя, берегись. Крепче, крепче. Давай руку. Давай. Живой? Витя, ранен? Ничего, ничего. Пустяки. Ужас какой. Надо забинтовать. Ой, тигра у меня домашняя. Она из поселка не уходит. Ну, почерк как будто детский. Ой. Да как огня детей боится. Да, тигра? Не далась бы? Нет, не далась бы. Да почерк, на самом деле, взрослый. Просто, может, в ручке нормальной не нашлось? Нет. Это свекла. Ой, она и к взрослому не пойдет. Она дома своенравная. Видите, как кричит? Ну, значит, приманили. Самый настоящий детектив. Специально для вас. А можно я на секундочку? О, злюка. Кошку нюхаешь? Тоже сыщиком хочу стать. Может, научат? Чем пахнет? Салом. Причем отличным. Я даже проголодался. Скажите, а вы кошку салом кормите? Ой, бог с вами. У меня его и нет. А у кого здесь есть? У Гордея Андреевича отличное сало. У Гордея Андреевича? Только он сейчас в больнице. А к нему внучка утром приехала. А-а-а. Адресок Гордея Андреевича дадите? Да, конечно. Осторожнее. Ашот, тут меня сейчас подлатают. Я к тебе перелезу. Ты пока остальные гостей готовь. Хорошо, что они их на берег отвезут. Так, дамы и господа, я приглашаю вас на увлекательную морскую прогулку в компании очаровательной сотрудницы МЧС. Наш катер доставит вас быстро и безопасно. Но мы едем или нет? Вы там чего мешкаете? Я не поеду. Галя, вы серьезно? Почему? Латыпов, я не знаю, как вас. А нас на журфаке не учили бежать с места происшествия. Я останусь с командой. Я с Галей. Нет, Тимур, мы не едем. Вас доставят комфортным способом. Увозите этого дезертира скорее. Не надо. Как ты? Все нормально. Ты лучше скажи, где пробоина. В машинном вентиль пробило. Это внутри, а снаружи? Точно. Товарищ майор, давайте я вам помогу. Вы, наверное, устали. Да отстань ты, раненый. Серьезно зацепило. Да все нормально. Рук, давай с меню. Отдохни. Виняй. Бресса пришла на помощь. Товарищ майор, я кашоту, ладно? Иди. Есть. Вот так, правильно? Качай, качай. Без остановочек. Интенсивнее. А что, давай я прыгну? Все равно мокрый. А я нет. Мне завидно. Вам помочь? О, Ирочка, спасибо. На этот раз я искупаюсь один. Но как-нибудь в другой раз. Ты крепче, крепче бежи. Так, все, я готов. Давай. Давай. Места живой! Спасателей вызывали? Да я, я вызывал. Так, не по-детски вы тут тренируетесь. Очень приятно, Александр. А, Георгия. Хорошо, что я сегодня размялся. Сейчас, секунду. Не понял. Это Вовка. Наверное, клеем приклеил. Максим Геннадьевич, ну я не первый год замужем. Да и что тут ехать до аэропорта? Полчаса. Дим, да я знаю, что вы с Гошей народ бывалый. А если вам автобус прямо в лоб? Знаем мы эту голограмму. Остановимся. Вызовем подкрепление. Прострелить нас никто не сможет. Ну, разве только есть, на руках унесут. Хорошо, идите. Нашел? Ага. Там акверсия, вот такое. Понял. Сейчас попробую что-нибудь найти. На три-четыре. Стянем. Руки здесь. Ага, под низ. Да. Готов? Три-четыре. Да, хороший клей. Ну? А команда из нас не очень. Вовка, это ты? Ну иди сюда. Так, спокойно. Ну, правда, отличный клей. А? А парень, голова, смотри. Даже сот добавил. Чтобы быстрее схватилось. Вот поганец, а. Парень-то молодец. Гордиться надо. Я в детстве манке сумку в варенье налил. Никакой фантазии. А здесь? Все по науке. Все по уму. По науке? Да он весь клей. Израсходил. Я хотел лодку починять. Его в море вывезти. Ага. Давай. 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 Пошел! 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 то, что надо. Есть! Ладно. Пойдем самым простым путем. Давайте, показывайте. Где вам тут отрезать? Чего отрезать? Штангу. Справа или слева. Отпилю прямо с блинами. По-другому нельзя. Она очень дорогая. Долосик старее отдал. Нет, могу, конечно, в магазин сбегать. За растворителем. Но придется минут 30-20 подождать. 30, пожалуйста, я не хочу вас гонять. Стойте! Что? Купил я растворитель. Вова, иди сюда. Я тебя сейчас... Так, хватит ругаться. Молодец, пацан. Пап, извини. Я не знал, что клеить для лодки. И вообще, шутка как дурацкая получилась. А? Ладно. Вижу, вы здесь без меня справитесь. Зря я приехал, получается. Нет, нет. Не зря. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас, коллега. Так, вот, видимо, и погляд. Ой, кто там? Вы меня слышите? Фима, вы спасатели. Это вы выбраться не можете. Я, я! Откройте меня, пожалуйста! Я в ловушку деда попала. Не беспокойтесь, сейчас мы нас вытащим. Какая странная дверь. Давайте что-то попробуем вместе налечь. Да погоди, ложится. Тут, видишь, кажется, какой-то запор. Запор. Да, и ключ от него нужен какой-то особый. Фима, а вы не знаете, где ключ может быть? Нет. Раньше не было ключа. Да, намудрил дедуля. Значит, болгарка. Не-не-не, погоди, болгарка-то. Пока хозяин в больнице, у него так весь сарай растащат. Ой, да, всю салу украдут. Угу. Так что давай подумаем. Ну что, капитан, у нас порядок. Вода отходит хорошо. Да, водозабор мы заткнули. Спасибо, ребята. Что бы мы делали без вас? Что-то как-то нерадостно это прозвучало. В чем проблема? Может, теперь можем спокойно буксир ждать? Ждать можем. Неспокойно. У нас проблема. Мы в течение попы. Так. Этого нам еще не хватало. И куда нас несет? В двухстах метрах от нас подводные камни. И нас на них тащат. Ясно. Катером нашим отвернуть корабль сможем? Сможем. Отвернем. А из тягуна никак не выйдем. Так что кормой в любом случае сядем. Ну вот теперь пассажиров точно эвакуировать придется. Да, Сонь, давай. Да я-то сгоняю. Берег вон. Километр два всего. Просто я тут подумала. Что? Есть идея? Ну вообще да, есть. Нам же нужно из тягуна выйти. Он тянет в море. А ветер к берегу. Так ветер нас не тянет. Это пока. Ты нарочно ползешь, как вошь по лбу? До рейса еще вагон времени. А если буду гнать, может быть, что и не уезжу. Бомба на асфальте, а? Ну фиг знает. Геннадьевич волнуется. Ну ты предпридурки. Геннадьевич прав был. Звони, Гош. Сейчас. Алло. Алло. У нас проблемы. Алло. Ты не слышишь? Алло. 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 Четки, пригодились, да? Эй, добрый день! Привет, полегнать хочешь? Ага, какой тариф у вас? Давай так! 15 минут летаешь бесплатно, потом со мной в ресторан идешь! А давайте так, я собираю парашют на час и плачу вам по двойному тарифу! А вы потом на эти деньги идете в ресторан, а? Вместе! Нет, без меня! Плохо! Ладно, бери так! Это алюминиевый крючок дай, пожалуйста! Мухоморы надо добавить! Ну, с мухоморами это были бы уже щи! А нам нужна термитная смесь! Такое запаивают даже рельсы! Ничего себе! Так, и она должна взорваться! Обязательно! Если вместо мухоморов положить динамит! А так, нет! Да, товарищ майор! Я надеюсь, капитан Грек в курсе, как ему повезло! Я надеюсь, ты понимаешь, что тебе повезло куда больше! Вы что там? Поджигаете меня? Фимочка, совсем чуть-чуть! Ну, лучше отойдите! Осторожно, осторожно! Обалдеть! Какие вы классные! Ну, не классные вас! Почтовый год — это гениально! Да! Спасибо! Не за что, не за что! О-о-о! Давай, давай, давай! Пошла, пошла! Хорош! Немного, немного еще надо! Пошел! Держь, натягивай! Левее! Давай, натягивай! Пошла, пошла, родная! Держи! Держи! Правее немножко! Хорошо! 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 А что, отбывайся? Давай еще! Отлично! Хорошо! Хорошо! Ну, милости просим! Посмотрите, как мы живем! Правда, у нас все по-скромному, не так, как у вас, у Бомонда! Ну, вы не скромничайте! Тут живут настоящие герои! Да уж! Герои-герои! Особенно вы! Нет! Ну, поразительно меня обугарали! Корабль! Парашют! Я даже представить себе такого не мог! Да я двадцать лет о России пишу, но это будет мой лучший репортаж! Про вас! Вы лучше вон про Софью напишите! Она у нас героическая девчонка! И голова светлая! Морячка наша! Может, у тебя и своя яхта имеется? А ты с какой целью интересуешься, а? Жениться на мне хочешь? Не, жениться я и хочу! Я просто завидую! А я вот вам всем завидую! У меня сейчас такое ощущение, что я всю жизнь какой-то ерундой занимаюсь! Ну, вот права, Галя! Спасибо вам, ребята! Да ладно! Ну, ладно! Жениться вы не собираетесь! А про домашнее вино-то не забудете? Да! А что, кстати, ты обещал! Вообще-то, у меня здесь припрятан запас! На случай праздник! О! Товарищ майор, а мы можем считать, что у нас праздник? Ну, если у нас сегодня гости, это большой праздник! Давайте за стол, а! Будем пить и чудесное спасение! Да! Из-за чудесных спасателей! Спасибо, что приехал! Не хотела я по телефону! У меня новости! И у тебя тоже? Угу! Пойдем лучше присядем! В общем, как я предполагала, корабль с учеными и прессой чуть не затонул! А есть… Нет доказательств! У меня нет! Поломка! Но, если завтра на презентации двигатель взорвется… Эти журналюги напишут, что у нас опять все через одно место! Да! Ну, значит, не дадим ему взорваться! Ну, и сам понимаешь, Виктора в СИЗО и его помощники тоже! Кто мог устроить диверсию? Ю! А! Виктор не в СИЗО! То есть? Мои ребята повезли его в аэропорт в Москву отправить! Ну, и побег! Отбили Погодина! Кто мог отбить? Я не знаю! Чего ты не знаешь? Твои ребята что говорят? Говорят, не видели ничего! Чисто сработано! Черт! Они работают чаще, чем мы! Они работают чаще, чем мы! У-Кл้ tinhaо! У-Клата в СИЗО! У-Клата в СИЗО! У-Клата в СИЗО! Зав Развeso принимала ее миров CV У-Клата в СИЗО! society един стороны У-Клата в СИЗО! У-Клата ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА